на android появился вирус который выводит деньги через приложение российских банков пока масштабы его применения невелики на устройствах под управлением android обнаружили новый вирус который способен самостоятельно заходить в банковские приложения и выводить деньги с таким трояном уже столкнулись два российских банка почта банк и московский кредитный банк об этом сообщает рбк по словам представителей пострадавших банков масштабы применения вируса пока крайне малы кроме того банки могут отслеживать заражение смартфонов клиентов и при необходимости предупреждать о подозрении на проведение подозрительных операций появление нового вида троянов в 2019 году подтвердили и в лаборатории касперского антивирусный эксперт компании виктор чебышов отметил что случай когда вирус управлял банковским приложением заставляя его провести платеж пока единичная соответствии с новым отчетом grow by by всего за год с помощью android троянов злоумышленники смогли украсть 110 миллионов рублей это на 43 процента меньше чем за аналогичный период прошлого года по мнению экспертов применение вирусов в россии сократилось после задержания владельцев крупнейших android-бот сетей хотим напомнить вам и обезопасить вас и рассказать как вирусы попадают на смартфон или планшет мошенники маскируют вирусы под безобидные приложения и файлы браузера плееры игры навигаторы книги антивирусы затем они распространяют их по сети интернета первый источник распространения это сайты для взрослых сайтах со взломанными приложениями и пиратскими фильмами торрент-трекерах например ищите в интернете какую-нибудь игру или программу и попадаете на форум кто-то оставил нужную ссылку и все люди дружно его благодарят на самом деле форум и комментаторы не настоящие или вы зашли на сайт с пиратскими фильмами и сериалами появляется сообщение в нем написано что ваш смартфон или планшет заражен вирусами или какая-то программа сильно устарела бывает даже так что устройство начинает вибрировать или издавать странные звуки на самом деле это не так и с вашим устройством все в порядке и переходить по предложенной вам ссылке лучше не стоит второй источник распространения это по смс-сообщением ммс-сообщением и электронной почте как правило это смс-сообщение от девушек с сайтов знакомств сайтов бесплатных объявлений письма от нотариусов из германии сообщение о выигрыше в лотерею будьте предельно осторожны чудес не бывает в большинстве случаев это мошенники дичь爱 и большинства за импуä poder votать мы